Максим Хилтин. Да, все, я начинаю тогда. Добрый день, друзья. Я просто сейчас сориентируюсь технически, как здесь все у меня идет правильно-неправильно. Я просто хочу со всеми поздороваться и сказать всем добрый день, добрый вечер, у кого сколько времени, и начать разговор сегодня наш о такой прекрасной теме, как сон. Мы поговорим с вами, зачем мы спим, для чего мы спим, как помочь неспящим людям, есть ли такие люди, насколько их много сейчас. То есть вот я предлагаю сегодня начать такой разговор о сне. Я думаю, что тема актуальная, потому что на сегодняшний день ко мне, как к сомнологу, обращается большое количество людей, у которых жалобы как раз на нарушение сна. Так, я сейчас включу нашу презентацию, да, и мы начинаем тогда этот прямой эфир. Кто присоединяется, я всех приветствую. И очень прошу вас, чтобы была обратная связь, мне очень важно, чтобы вы задавали вопросы, какие у вас есть по поводу сна. Может быть, у вас у самих есть проблемы со сном, может быть, вы встречали таких клиентов, пациентов, которые страдают бессонницей или другими нарушениями сна. Я буду рада, если вы будете мне задавать вопросы в прямом эфире, и я постараюсь на все вопросы сегодня, конечно же, ответить. Итак, у нас сегодня вебинар на тему «Зачем мы спим?». И, собственно говоря, в конце вебинара я постараюсь рассказать еще о разных видах лечения бессонницы, о разных видах коррекции нарушений сна. И, в частности, мы затронем немножечко тему КПТ бессонницы, да, когнитивно-поведенческий подход в терапии нарушений сна. Ну, давайте немножечко познакомимся с вами. Я врач, невролог, сомнолог, я кандидат медицинских наук и являюсь КПТ-терапевтом, центром эстетической медицины, живой работой в городе Красноярске, но консультирую пациентов своих в разных городах, как сомнолог, в частности, и работаю по программе коррекции сна. Старше у меня больше 26 лет, плюс я являюсь доцентом постдипломного образования и преподаю как раз неврологию и сомнологию врачам, там, где мы занимаемся коррекцией, диагностикой и коррекцией расстройствами сна и расстройствами, связанных с патологией нервной системы. Я являюсь членом Российского общества сомнологов и членом ассоциации КПТ-терапии, ассоциации междисциплинарной медицины. То есть несколько слов я себе сказала, и так мы начинаем. У меня к вам несколько вопросов в начале нашей беседы. Я хочу вообще спросить у вас, сколько мы спим? Если вы меня сейчас видите в ВКонтакте, слышите меня в ВКонтакте, все ли хорошо слышно, дайте, пожалуйста, обратную связь, и таким образом я посмотрю, какая у нас как раз есть связь с аудиторией, потому что я сейчас пока не вижу никаких сообщений, но мне техподдержка скажет, есть ли у нас обратная связь от слушателей, все ли слышно и видно, и мы с вами дальше продолжим. Я хочу вас спросить, сколько мы вообще спим? Это вопрос такой, который задают очень часто мои пациенты, например, и говорят мне, какова норма сна, сколько я должен спать? Так, вот вижу, да, отлично, все, связь есть хорошая у нас, то есть я теперь вижу, что вы мне отвечаете на вопрос, пишут 8 часов, пишут хорошо спали, так, все слышно, видно, здравствуйте, здравствуйте всем. Так, 6-10 часов норма сна, да, зависит от возраста, 7-8 часов, то есть 8-9 часов, да, разные ответы, и это здорово, что у вас есть обратная связь, во-первых, со мной, и во-вторых, что вы отвечаете на вопрос, и примерно у всех одинаковый ответ, да, примерно 7-8 часов. Ну, сейчас мы как раз об этом и поговорим. А вот у меня второй вопрос. Как вы думаете, да, в течение суток в среднем многие спят 7-8 часов, но как вы думаете, а в течение жизни сколько мы с вами спим? И какая вообще норма сна? Существует ли норма сна именно в цифрах? У нас в медицине, да, мы привыкли, что всегда есть нормы, есть нормы анализа крови, других анализов, мы знаем, сколько должно быть в норме гемоглобина и так далее. А есть ли в цифрах норма сна? Вам когда-нибудь говорили врачи или, может быть, знакомые, да, которые точно знают, какая в числах норма сна? Так, еще мне тут отвечают, что спали сегодня хорошо, да, кто-то очень хорошо спал. И, да, еще один вопрос. Как вы сами сегодня спали? Вы спались ли вы сегодня или нет? Тоже, пожалуйста, напишите мне ответ, и я буду видеть. Да, пишут, чем старше, тем меньше сна. Так это норма или не норма, да? То есть мы в норме меньше спим в более старшем возрасте или все-таки это патология? Так вот, друзья, давайте мы с вами все-таки ответим на вопрос, сколько мы спим в жизни. Так вот, оказывается, что мы с вами спим одну треть жизни. Одна треть жизни – это много или мало? Давайте возьмем среднего человека 60 лет. И вот 60 лет человек живет. Из этих 60 лет, если одна треть, это 20 лет жизни. То есть 20 лет просто человек спал. Примерно, да, плюс-минус. И вот встает вопрос, для чего так много? Почему природа придумала такое количество сна? То есть из 60 прожитых лет человек 20 лет просто проспал. Если мы задумываемся над этой цифрой, то получается, в общем, довольно внушительная цифра. Как посчитать? То есть возраст разделить на три, получится столько времени, сколько вы проспали. Если вам сейчас 30 лет, то 10 лет из 30 вы просто спали. Вы не общались с друзьями, вы не ходили на работу, вы не ходили на какие-то развлечения, вы не ездили в отпуск. Вы просто спали 10 лет из ваших 30 лет жизни. И вот эта цифра, она, с одной стороны, говорит о том, что так много сна. С другой стороны, она, может быть, подтверждает тот факт, что все-таки сон, наверное, важен для нашего организма. И природа не просто так придумана, вот такое количество сна. На самом деле нормы сна в медицине не существуют. Имеется в виду количественной нормы сна. Мы считаем нормой сна тот факт, что человек спит качественно. То есть для нас важно качество сна, а не количество сна. Поскольку есть короткоспящие люди, есть долгоспящие люди, есть люди, которым достаточно 5-6 часов, и они при этом будут себя чувствовать бодрыми, здоровыми, активными на следующий день. Мыслительная активность их будет хорошая. А есть люди, которым необходимо 9-10 часов сна. Самое важное, чтобы в течение сна соблюдались все циклы и фазы сна. И вот об этом мы сегодня как раз будем говорить. Так, кто-то мне пишет, что выспалась, сплю окей, но работала над этим. Да, отлично. То есть, видимо, раньше были какие-то проблемы со сном. Итак, друзья, скажите, пожалуйста, для чего нам нужен сон? На самом деле, может быть, это бессмысленный какой-то биологический феномен. Смотрите, во сне мы не можем добывать себе еду. Мы не можем прийти на кухню и что-то вкусное себе приготовить. Мы не можем кормить и защищать себя, свою семью, своих детей. Мы не можем общаться. Мы вообще уязвимы, потому что мы ночью не знаем вообще, что вокруг происходит. И мы, в общем, на самом деле очень уязвимы, потому что каждый может прийти и обидеть спящего человека, когда он не знает о том, что кто-то к нему подкрадывается незаметно. И у нас есть три основных жизненных потребности. Есть пить и размножаться. А сон? Как вы думаете, сон – это жизненная потребность или нет? Оказывается, без сна человек не может прожить больше шести или семи дней. Если человека лишить сна примерно на двое-трое суток, то начинаются психические процессы необратимые. Да, уже на пятое-шестое сутки, на седьмое сутки человек может погибнуть. Без еды человек может прожить гораздо больше времени, чем без сна. Это доказанный факт. Исследования на эту тему очень много. Поэтому действительно, вот сон мы можем также отнести к жизненным потребностям, потому что без сна невозможно существование человека, невозможно бодрствование нормальное, невозможно вообще жизнь. Это еще раз доказывает, что сон – это не ошибка природы. Это, конечно, безусловно, очень важная часть нашего существования, так же, как и бодрствование. Если мы две трети жизни бодрствуем, то одну треть жизни мы с вами спим. Так, зачем? Вадим пишет, зачем нам сон? Это переработка информации, поступающей в течение дня. Да, одна из функций сна действительно такая и есть. И вот смотрите, состояний, похожих на сон, на самом деле в природе много. Например, анабиоз и спячка у животных. Медведь уходит в свою берлогу и спит там всю ночь практически. Но он же не умирает всю ночь, всю зиму. И он же всю зиму спит и не умирает, он выживает и спокойно весной выходит и начинает дальше свое существование. Есть так называемый гипнотический сон. Есть состояние комы, состояние оморока. Есть состояние литургического сна. Это все состояния, похожие на сон. Но они, конечно, отличаются от физиологического сна. И отличия у них очень существенные. Потому что физиологический сон, он делится на определенные циклы, фазы, стадии сна. И он необходим для того, чтобы мы нормально существовали в течение дня следующего. То есть без физиологического ночного сна человек не может активно трудиться, работать, заниматься какой-то активной мыслительной деятельностью на следующий день. В чем отличие, собственно говоря, бодрствования от сна? Мне нравится очень хорошее определение Павлова про бодрствование. Он говорил, что бодрствование – это такое деятельное состояние коры головного мозга, которое поддерживается раздражителями из внешнего мира. То есть для того, чтобы нам с вами общаться, у нас должны быть какие-то раздражители – слуховые, зрительные, тактильные и так далее. И без этих раздражителей мы не можем существовать, мы не можем быть активными в течение дня. И вот бодрствование – это своеобразный уровень активности головного мозга, который достаточно высок для активного взаимодействия друг с другом. И у человека важнейшим признаком бодрствования является, собственно говоря, сознание и мышление. А у животных – это условно-рефлекторная деятельность. Так вот мы с вами во время бодрствования активно находимся в активном сознании и активно мыслим. То есть у нас активно вырабатывается определенное количество мыслей в течение дня. А что же происходит ночью? Можем ли мы включать свое мышление в ночное время? В сознании мы находимся в ночное время или без сознания? Конечно, мы не можем реагировать на окружающую среду ночью, так как мы реагируем во время бодрствования. Это основное отличие состояния бодрствования и состояния сна. Вообще в сон впадают все животные, то есть все абсолютно теплокровные животные имеют сон. И даже считается, что вообще все животные, которые в принципе имеют нервную систему, даже самую примитивную нервную систему, у них есть либо состояние сна, либо состояние, похожее на сон, так называемое сноподобное состояние, которое возникает периодически, раз в сутки примерно. То есть у кого-то этот цикл может быть больше, у кого-то чуть меньше, но этот цикл регулярный. Это самое главное отличие всего животного мира. И сон, по определению кавальзона, сон – это особое генетическое состояние. То есть мы все с вами рождаемся с определенным типом, то есть генетическим типом, и мы все с вами с рождения умеем спать. Нет ни одного человека на земле, ни одного животного на земле, который не умеет спать. Другое дело, что по каким-то причинам наш сон может расстраиваться в течение жизни. И поскольку это генетически детерминированное состояние, то есть это врожденное состояние, у сна есть определенная характеристика. Характеризуется сон такими закономерным последовательной сменой таких картин в виде стадий, фаз и циклов сна. И вот мы немножечко сегодня об этом поговорим. Что такое стадии сна, что такое фазы сна, что такое циклы, какие они бывают. Но самое важное для нас в этом определении, что здесь нет, опять же, никакой цифры. Здесь не написано, что сон – это 8 часов. Или сон – это 7 часов. Откуда вообще взялись эти цифры 7-8 часов? 7-8 часов – это просто средний такой показатель по всему земному шару. Взяли людей из разных уголков нашей Земли и просто спросили, сколько времени примерно они спят в течение дня. Ночью, да, то есть в течение суток, сколько у них сон длится. И оказалось, что в среднем люди в разных уголках нашего земного шара спят примерно 7-8 часов. Это средний показатель по количеству сна. Но это никак не говорит, что это норма. Потому что, еще раз говорю, есть разные типы людей, которые спят краткоспящие, долгоспящие. Для нас важно в этом определении как раз, что есть циклы, фазы и стадии сна. Вот если какие-то стадии выпадают сна или циклов становится меньше в течение ночи, то вот это уже может говорить о патологии сна. И это будет проявляться как раз в состоянии бодрствования, недосыпом, изменением мышления, изменением стрессоустойчивости и так далее. То есть снижение активности физической и так далее, и так далее. То есть много очень проявлений, бессонницы мы знаем. Поэтому вот такое определение, в котором нет никаких цифр. И вопрос такой возникает сразу. А можно ли вообще не спать? Но мы с вами выяснили, что совсем не спать не получится, потому что через 6-7 суток человек погибает. И мы знаем, что в мире были, есть такие, к сожалению, практики, то есть когда человека, человека можно только лишением сна, только депривацией сна, человек может лишиться жизни. То есть это такие испытания у человека могут, либо во время Великой Отечественной войны, мы знаем, что были такие пытки депривации сна. И, в общем-то, на 5-6 сутки, еще раз повторю, у человека происходит необратимые психические изменения. Давайте мы с вами обратим внимание, как люди по-разному спят. Вот, например, знаменитые люди, возьмем знаменитых людей, Леонардо Давидча. Он спал по 15-20 минут в день, каждые 4 часа. И всего в сутках он спал примерно 2 часа. Нам известно из истории, что у него такой был сон. Остальные 22 часа Леонардо работал и был великим человеком. Например, Наполеон. Он спал очень мало, у него тоже был прерывистый сон. Он спал не больше 4 часов в сутки. И он всегда говорил, что нет времени спать, когда есть столько великих дел. И совершал какие-то свои великие дела. Например, Саввадор Дали, великий человек, который практиковал рваный сон. Что такое рваный сон? Рваный сон – это когда человек специально садится в такую позу, чтобы вызвать короткий сон. То есть, например, как спал Саввадор Дали? Он полусидя спал, он брал поднос из какого-то металла, брал ложку в руки и начинал засыпать. Во время засыпания расслабляются все мышцы, ложка падала. И в это время Саввадор Дали просыпался от звука и пробуждался, и начинал рисовать свои картины. То есть, он считал, что во время этого короткого сна, рваного сна, во время пробуждения ему приходили образы этих картин, и он быстро их рисовал на своих холстах. Это то, что нам известно о великих из истории. Вот еще один представитель великих людей, Альберт Эйнштейн, например, он провел во сне треть своей жизни, эта треть отнюдь не худшая. Он всегда об этом говорил, и он всегда хвастался тем, что он спал не меньше 10-12 часов. Он был большим любителем поспать. И вот он писал о том, что он очень любит спать и проводит треть своей жизни, и эта треть очень хорошая для него. В нашей стране наука-сомнология начала развиваться не так давно. Она очень молодая, ей около, наверное, 70 лет. И первый в нашей стране начал заниматься этой наукой Вейн, Александр Моисеевич Вейн, который был академиком. Я успела его застать при жизни. Это был великий человек, очень разносторонний, развит, и он всегда говорил о том, что сон не ради бодрствования, а сон и бодрствование ради жизни. То есть наша жизнь невозможна и без бодрствования, и без сна. Он открыл первую лабораторию сна в нашей стране и занимался активно изучением сна. У него много монографий вышло по поводу сна, сновидений в том числе. Итак, мы подошли к очень важному вопросу. Какова функция сна? Для чего нам сон нужен? На самом деле функция сна еще изучается. То есть это одна из тех молодых наук, которая активно-активно сейчас шагает большими шагами. И очень много исследований в области сна проводится. И сейчас еще раскрываются вообще все, так скажем, характеристики сна. То есть мы еще далеко не все знаем, для чего нам нужен сон. Так, сейчас посмотрю, что здесь пишут. Так, запись будет, да? Сейчас, секундочку, еще посмотрю, что там у нас еще. Какие-то, если, может быть, есть вопросы уже. Я готова потихонечку отвечать на вопросы. Если у вас они уже появились, то я буду очень рада. Сейчас пока у меня загружаются, может быть, вопросы какие-то будут. Пока не вижу. Итак, значит, мы вернемся к функции сна. Функции очень много на самом деле. Все зависит от того, какая стадия сна, какая фаза сна. То есть и каждая фаза сна имеет свою функцию. Но если мы в общем скажем, что функция сна, во-первых, это способность учиться. Ну, нет, на первом месте надо поставить слово отдых. Сон, да все-таки для всех это отдых. Для наших клиентов, пациентов, все понимают под словом сон хороший отдых и переключение. Но для нас важно понимать, а вообще, что такое отдых? Что мы подразумеваем под отдыхом? Что происходит во время сна? Для чего нам столько времени надо на этот отдых? Так вот, основная функция сна, помимо отдыха, конечно, это способность учиться, запоминать, откладывать кратковременную память, переходить в долгосрочную память только во время глубокой фазы сна. В гиппокампе все это происходит. Еще одна очень важная функция сна, это синтез, например, различных... Так, сейчас я еще посмотрю, есть ли у нас еще... Потому что сбой какой-то, да, здесь. Еще очень важная функция сна, это синтез белка. Тоже, только в глубокую фазу сна происходит синтез белка. Например, во время болезни это очень важно, да, во время вакцинации тоже очень важно. Даже есть такие исследования, которые говорят, если вы собрались идти делать какую-то вакцину и не выспались, да, то лучше вообще не идти сегодня, а пойти на следующий день, когда у вас будет хороший, полноценный сон. То есть такая... У сна есть еще синтетическая, так скажем, функция. Синтез некоторых гормонов, например, очень... Ну, всем тоже есть такие исследования, которые говорят о том, что синтез, например, тестостерона происходит только в глубокую фазу сна. Тестостерон – это мужской половой гормон, он нужен и женщинам, и мужчинам, но у мужчин он в большей степени, да, представлен. И для того, чтобы этот гормон синтезировался, человек должен хорошо спать. То есть не просто количество сна должно быть хорошее, но еще и должно быть качество сна. Например, регуляция аппетита происходит во сне, и мы знаем, что, например, при плохом сне есть риск развития ожирения. Например, иммунная система, да, ну, опять же, синтез белка, иммуноглобулинов тоже необходима для того, чтобы иммунная система работала адекватно, необходим хороший сон. И мы тоже с вами это прекрасно на себе испытали, когда мы болеем какими-то простудными, например, заболеваниями, наш организм требует большого количества сна. Мы спим и ночью, мы спим и днем, и мы можем двое-трое суток вообще практически не вставать с кровати, да, периодически бодрствуем для того, чтобы покушать, и опять спим. Не просто так, потому что, на самом деле, иммунная система активизируется именно во сне. То есть функций у сна очень-очень много, в том числе и психологическая функция. Например, переработка полученной информации и как бы выстраивание некого примерного поведения, поведенческой реакции на следующий день, психологическая реакция происходит тоже во сне, но только в другую фазу сна. Если все функции, которые я сейчас перечисляла, запоминание, переключение кратковременно в долгосрочную память и синтез некоторых гормонов и белка происходит в глубокую фазу сна, в третью фазу сна, в третью стадию сна, в глубокую фазу. Например, психологические какие-то аспекты, то есть подготовка, психологическая подготовка к следующему дню происходит именно в фазу быстрого сна или так называемая фаза быстрых движений глазных яблок. То есть функции у сна разные и в разные стадии может меняться функция. Есть еще такая интересная характеристика, нас, людей, когда нас называют некоторыми птичками, жаворонками или совами. Как вы думаете, кто вы, жаворонок или сова? Мы понимаем, что жаворонки это те люди, которые очень рано пробуждаются и они очень активные, они вступают в активную свою фазу мышления, так скажем, они включаются очень быстро в работу, в разную работу, и физическую работу, и умственную работу, в ранние утренние часы, но зато им надо лечь спать уже пораньше, то есть они ложатся спать в 9 часов точно вечера. И есть совы, которые, это те птички, которые любят спать, то есть включаются они активно в работу уже ближе к обеду, и заставлять их что-то, писать какой-то отчет в 8 утра, это очень сложно, потому что они могут не справиться вообще со своей работой или справиться не так хорошо, как если бы справились ближе к обеду, но зато они ложатся гораздо позже, в 12 часов ночи они спокойно могут только готовиться ко сну. Так вот, напишите, кто вы? Так, голубь, да? Да, голубь, правильно, Анна пишет. А кто такие голуби? На самом деле около 30% людей на земном шаре являются не жаворонками, а не совами, а являются голубями. Почему? Потому что мы все социальные существа, и даже если мы генетически родились жаворонками, то есть, но или совами нас переучивают, точнее так, чаще всего и сов переучивают в жаворонках, потому что мы рождаемся, например, совой, в детский сад нас ведут к 8 утра, потом в садик, в школу, в университеты на работу, и мы вынуждены вставать гораздо раньше, и мы переучиваемся и становимся голубами. И голуби это те люди, которые могут быстро перестраиваться, то есть, да, им тяжело какое-то время, но если у них хорошая работа, любимая работа, они знают, что им надо вставать в 7 утра, идти на эту работу, то они из совы быстро перестраиваются в жаворонков и уже встают, очень быстро адаптируются и совершенно спокойно работают. Но не все так люди могут быстро адаптироваться, да, многие очень так и остаются истинными совами, и им сложно адаптироваться в социуме. Но это вот то, что касается нашей генетически, так скажем, детерминированному сну. На самом деле, очень многие из нас, кто себя узнал, поставьте, пожалуйста, плюсик в комментарии, кто себя узнал. На самом деле, я и не сова, и не жаворонок, судя по моим регулярным недосыпам, я зомби. И очень много у меня таких как раз пациентов, которых можно отнести в разряд зомби. Кто себя узнал на этой картинке, поставьте плюсик, пожалуйста. Спасибо. Разделение на голубей и жаворонков это не дичь как раз, это научно доказанный факт. Я здесь говорю словами, конечно, не научными, но это фаза раннего пробуждения или фаза долгого засыпания, она по-научному называется, но в простонародье это как раз так и есть. То есть для понимания и для наших пациентов это как раз тот подход, когда мы можем объяснить, почему им плохо включаться в какую-то активность именно в дневное время. Конечно, в научной литературе это все называется не жаворонками, а головами, а это фаза запаздывания сна или фаза раннего сна и так далее. То есть на цикле, я дальше расскажу про наш цикл, я об этом все буду говорить. Итак, мы пришли к тому, что сон нам нужен, сон необходим для разных функций и без сна, собственно говоря, мы не можем вообще выжить на этой планете и ни один человек не существует без сна. Хотя очень часто ко мне приходят пациенты и говорят, вы знаете, я вообще не сплю уже около года или кто-то говорит, вы знаете, я не сплю пять лет. Я спрашиваю, как вы совсем не спите? Да, совсем не сплю. Ну, понятно, что это невозможно. Есть такое понятие, как так называемая афазия сна, да, то есть или когда амнезия сна, когда человек забывает, что он спит или он помнит только фазы быстрого сна, то есть или момент пробуждения ночные и забывает, когда он спал. И это очень такое сложное состояние, потому что человеку очень сложно понять, что он на самом деле спит. И вот таких людей не так много, но люди, которых страдают вообще нарушениями сна, бессонницей или другими проблемами со сном, их в мире достаточное количество. Вот обратите внимание, что по данным статистики Всемирной организации здравоохранения у 30-50% населения мира встречаются кратковременные нарушения сна. Кратковременные – это которые длятся несколько ночей, потом сон восстанавливается. И у 10, от 5 до 10% жителей планеты распространенность хронических нарушений уже есть. То есть хронические нарушения сна – это нарушения, которые длятся больше 3-4 месяцев. цифра тоже не очень маленькая, но и не надо не забывать о том, что если у человека даже есть кратковременное нарушение сна, это приводит к дезадаптации его, да, и в некоторых ситуациях жизненных, например, очень сильно мешает человеку даже кратковременное нарушение сна. Но и с каждым годом нарушений сна становится все больше и больше, распространенность нарушений сна растет. Если мы говорим про Россию, то распространенность нарушений сна среди россиян до 23% людей жалуются на те или другие нарушения сна и по-разному испытывают трудности во сне, испытывают разные. Например, до 70% людей испытывают сложности с засыпанием и таких пациентов действительно много. У меня на приеме, например, большая часть пациентов, которые очень сложно уснуть. Норма засыпания примерно 15-20 минут. Но если человек засыпает часы, два и три, это, конечно, не норма. И вот они так и жалуются, что я лежу в кровати и долго не могу уснуть. 12% жалуются на нехватку сна. Им недостаточно того количества, которое у них есть. И 6% сталкиваются с проблемой неглубокого или прерывистого сна. Когда часто ночные пробуждения, когда человек просыпается и чувствует себя как будто бы уже бодрым и готов уже что-то делать. Но тут еще ночь, 4 часа ночи, вроде как надо бы поспать еще, но больше он не может уснуть. Или он засыпает, опять просыпается, и таких пробуждений может быть несколько в течение ночи. Есть еще один такой, так называемый, разновидность нарушения сна. Это раннее утреннее пробуждение, когда человек просыпается до будильника за 2-3 часа. И мы с вами говорим про сон и бодрствование. И вот что касается вот этого жизненного цикла нашего, то мы все живем, вообще подчиняемся каким-либо циклам. И вот сон и бодрствование это один из ярких так скажем циклов, которые представлены у человека. Хотя у нас множество циклов. Например, сердцебиение тоже подчинено определенному циклу. Цикл дыхания, цикл пищеварения и так далее. И здесь вот говоря о сне и о бодрствовании, мы можем с вами как раз рассуждать о циркадном ритме. Это очень важный ритм. Каждая наша клеточка организма живет по законам циркадного ритма. Если мы говорим глобально о бодрствовании и сне, то здесь хочется сказать, что есть определенная часы, когда человек бодрствует и спит, когда у него меняются физиологические изменения происходят, то есть по циклам тоже. Например, в ранние утренние часы самое большое количество кортизола, гормон стресса, кортизола, он у нас будет. В поздние часы пик мелатонина, где-то с 11 ночи до 2 часов ночи очень большое количество мелатонина синтезируется. Это тоже он синтезируется циклами, то есть в утренние часы этого мелатонина практически нет, а вечернее время много. Мелатонин это гормон сна, который нас приводит ко сну, то есть инициация сна с помощью мелатонина происходит, а кортизол будет нас, поэтому у них есть вот такой свой цикл. мы можем распределить очень многие физиологические особенности человека, синтез некоторых гормонов, физиологию мы можем разбить по часам прямо, поэтому это называется циркадный ритм, если очень коротко, то есть просто вообще вспомнить, что такой ритм существует. И когда мы говорим о сне, о бессоннице, чем же опасна бессонница? То есть понятно, что человек совсем спать не может, он спит все равно, но сон у него некачественный. И в медицине известно больше 80 болезней, связанных только с нарушениями сна. При нарушениях сна развивается риск сахарного диабета, риск срежсудистой патологии. Мы знаем, что в самые ранние утренние часы больше всего происходит инсультов. Например, в 5-6 утра это самый пик возникновения ишемических инсультов. Развитие ожирения, развитие психических заболеваний очень многих. И вообще риск преждевременной смерти у человека, если есть нарушение сна. То есть актуальность, конечно, этой проблемы очень большая, потому что бессонница на самом деле опасна развитием своих различных заболеваний и сама по себе бессонница приводит к инициации каких-либо заболеваний. И если у человека есть какой-то патологический процесс, какая-то хроническая патология, то нарушения сна могут усугубить эту патологию либо поддерживать или перевести в хронический процесс. На самом деле вот здесь слово написано бессонница, это слово, которое мы употребляем в простонародье. Просто так говорить бессонница нельзя или нет никакого смысла, потому что совсем человек не может не спать. Правильно говорить инсомния. Инсомния – это нарушение сна. Но наши все клиенты, пациенты, они, как правило, говорят бессонница. Так вот я говорила о том, что сон и вес тоже взаимосвязаны друг с другом. И здесь встает вопрос, на самом деле если человек плохо спит, он набирает вес или он теряет вес? Здесь важно, что гормон, грелин, например, гормон, который вырабатывается в голодном желудке и требует больше еды, и лептин, который гормон насыщения, то есть они тоже связаны с различными фазами сна. И здесь взаимосвязь есть на всех уровнях, на уровне физиологии, на уровне биохимии, человек с плохим сном будет набирать большую массу тела. И вот как этот мужчина на картинке, когда ему жена говорит, что нет, дорогой, ты слишком много ешь, нет, я слишком мало сплю, это на самом деле и так. Мы знаем, что риск ожирения растет при бессоннице. Еще один феномен это храп. Ну, наверное, в каждой семье хоть раз кто-то слышал такой звуковой феномен как храп. Это либо кто-то из членов семьи имеет этот храп, либо сосед может быть храпит. Так вот, на самом деле, ко мне, когда приходят с проблемой храпа, то встает вопрос, а у всех ли членов семьи вообще хороший сон. Сам храпящий своего храпа не слышит. Зато слышит его храп кто? Слышит, конечно, рядом находящиеся люди. И у этих же людей возникает проблема со сном. Вот это очень интересно, потому что лечить надо всех. У пациента, у кого есть храп, у него есть риск развития апноэ сна, то есть это остановка дыхания во сне, и это риски инсульта, инфаркта во сне. Безусловно, такого пациента надо лечить, но лечить ей надо того человека, который находится рядом, потому что он из-за этого храпа не спит, у него расстраиваются циклы сна и развивается бессонница. Поэтому это тоже одна из проблем с омнологией. Но поскольку мы с вами живем в больших городах, то есть такое понятие, как, очень интересно, такое понятие, как световая загрязненность. Что это такое? То есть обратите внимание, насколько ночью очень много света, когда по природе своей человек вот в древности он не видел столько света в ночное время. и наш древний мозг знает об этом и он понимает, что в ночное время мы не должны видеть никакого яркого света. Но технический прогресс нас привел к тому, и открытие лампочки привело к тому, что современный ритм часто нарушает эту согласованность состояния бодрствования и сна только за счет большого количества света вокруг. И свет раздражает сетчатку глаза, моментально прекращается синтез гормона сна во время вот такого освещенности. И поэтому это еще один из факторов риска развития бессонницы и десинхроноза у наших клиентов и пациентов. Ну вот еще один пример циркадного ритма. Например, температура тела тоже меняется в течение суток. Она неравномерная. Если днем у нас температура тела 37 градусов, это норма считается, то до 37 градусов, то в ночное время температура тела падает и она может достигать 35,8 например градусов. Это вариант нормы. Кордизол я уже говорила тоже больше в ранние утренние часы. Мелатонин наоборот резко падает в ранние утренние часы. Меняется количество выработка мочи, антидиуретических гормон. Он тоже работает в ночное время. И почему мы в норме не должны вставать и ходить в туалет? Потому что работает этот гормон, который задерживает выработку образования мочи в ночное время. И таких циклов на самом деле много. Все наши органы и системы подчиняются определенному циркадному ритму. И сбой циркадных ритмов может привести к заболеваниям. Какие могут есть расстройства циркадного ритма? Это синдром смены часовых поясов. Так называемый jet lag синдром. Наверное, все испытывали когда-то, когда перелетаем в другой часовой пояс. если у кого-то адаптация больше двух суток происходит, то это уже говорит о расстройстве циркадного ритма. Есть социальный jet lag синдром, мы об этом будем на курсе говорить, как мы сами себе устраиваем такие перелеты искусственные в выходные дни. И расстройство, что очень тоже сейчас распространено, расстройство сна, обусловленное сменным графиком работы, когда в ночное время работают люди, это тоже приводит к расстройству. Синдром задержки фазы сна. Вот как раз о том был комментарий, что нет такого понятия, это есть, конечно, совы, жаворонки, мы называем просто в народе такое название. На самом деле научное название это синдром задержки фазы сна, к ним относятся совы, когда позднее засыпание и позднее пробуждение, и синдром опережения фазы сна, это жаворонки, те люди, которые засыпают рано и пробуждаются рано. Так, здесь есть какие-то комментарии, сейчас я посмотрю. Да, действительно, Вадим пишет, что есть жены, которые не могут уснуть, не слыша храпа своего мужа. На самом деле, что интересно, раньше на Руси считалось, что храп это признак богатырского здоровья. Если в деревне, в соседнем доме раздается храп мужчин, во-первых, первое, это есть мужчина вообще в доме, он богатырь, раз у него такой храп, это считалось правда признаком здоровья. Но сейчас уже научно доказано, что это нездоровье, это очень опасно для самого мужчины. Так, я иногда лучше и глубже засыпаю при верхнем свете под музыку. Но здесь тоже важный комментарий, то есть есть разные моменты, кто-то засыпает в наушниках, например, кто-то под телевизор, это не совсем вариант нормы, мы понимаем, что спать надо в полной темноте, потому что при любом свете, даже если у вас выключен компьютер, полная темнота и на компьютере горит точечка, да, вот просто значок, что компьютер выключен и небольшая такая освещенная точка, то если вы глазами увидите эту точку, то тоже будет снижаться уровень мелатонина, и это тоже приведет к нарушениям сна. Ну и какие наиболее распространенные симптомы так называемой инсомнии, то есть правильно говорить инсомнии, а не бессонница, трудности с поддержанием сна, то есть пациент может уснуть, хорошо, довольно-таки быстро уснуть, 15-20 минут, но потом ворочается, просыпается, у него такой поверхностный сон, он частично может просыпаться или переходить в состояние, не доходить до состояния глубокого сна, так называемый невосстанавливающий сон, то есть когда человек чувствует себя не отдохнувшим в течение ночи и не может приступить к тем обязанностям, которые он обычно выполнял, раньше, например, совершенно спокойно справлялся с этой работой, сейчас эта работа для него сложная, такой сон невосстанавливающий, сложности засыпания часто бывают, и раннее утреннее пробуждение, которое раньше 2-3 часов. И давайте немножечко я вам расскажу про фазы сна. Вот здесь как раз видно фазу сна, которая, вернее, весь сон. Вот если мы посмотрим на такие ступеньки, то мы видим, что эвейк это бодрствование, то есть человек находится в бодрствовании, он готовится ко сну, ложится и начинает засыпать. И вот по этим ступенькам он как бы попадает в первую стадию, вторую, третью, четвертую. Сейчас третью и четвертую стадию объединили, и это называется дельта сон, глубокий сон. Он попадает в третью, в четвертую стадию сна, и дальше что происходит? Дальше он по этим ступенечкам как бы возвращается во вторую стадию, в первую, но не доходит до пробуждения. И вот рядом с пробуждением верхняя строчка, где нарисованы такие серые квадратики, прямоугольнички, это рем-сон, так называемый сон с быстрым движением глазных яблок. То есть нет пробуждения, но рем-сон это быстрый сон. И вот в этот рем-сон происходит, мы видим как раз сны, сновидения нам снятся в быструю фазу сна. И вот если мы внизу посмотрим цифры от нуля до восьми, это примерно сон человека. И в первую половину ночи мы видим, что преобладает в основном глубокая фаза сна, а в более ранние часы преобладает поверхностный сон или быстрый сон, сон с большим движением глазных яблок. И этот быстрый сон нас готовит к пробуждению, то есть мы больше легко пробуждаемся именно в эту фазу сна. если этот сон разрушен, то есть если по какой-то причине нет глубокой фазы сна или мало например фазы сна, быстрой фазы сна, то происходят как раз патологические всякие процессы и мы видим нарушение сна, видим сомнение. Цикл сна это когда фаза глубокого сна плюс фаза быстрого сна и это называется один цикл сна. Цикл сна в норме примерно длится 90 минут и вот так мы можем примерно посчитать сколько человек спал, сколько циклов у него было в течение ночи. Если он спал 6 часов, то примерно 4-5 циклов, 4,5 цикла у него было в течение ночи. В норме считается человек должен пребывать, у человека должно быть 5-6 циклов сна в течение всей ночи, то есть сон, который имеет глубокую фазу и фазу быстрого сна. Это очень поверхностно, то есть я буквально немножечко коснулась стадии сна. Здесь у меня есть какие-то комментарии, сейчас я посмотрю. Является ли нарушением, если я не вижу снов? Во-первых, сны мы видим все, другое дело, что мы их не запоминаем. Сновидение есть только в быструю фазу сна. И если вы пробуждаетесь в другую фазу сна, вы просто не запоминаете эти сновидения. Повторяющийся сон по аналогии с заезженной пластинкой. Одно движение очень много раз. Просыпаюсь уставше. Да, действительно, есть такой феномен повторяющихся снов. Сон в сновидении может быть или повторяющиеся сны. Чаще всего это сны связанные с какими-то стрессовыми факторами либо с тревожным расстройством. И эти сны сами по себе, то есть у человека тревожные расстройства, которые приводят к такому сновидениям. И эти сновидения еще больше усугубляют тревогу и может привести к развитию депрессии. Поэтому это безусловно как жалоба тире симптом, на которые нам надо обращать внимание. Как вы относитесь к будильникам программ, которые будут так. Я сейчас расскажу про будильник, интересную историю есть. Некоторые люди утверждают, что им вообще не снятся сны. Почему так происходит? Я сказала, что сны мы видим все, только мы просыпаемся в фазу сна, которую не запоминаем. Давайте дальше, потом я еще вернусь к вопросам. И вот есть такое интересное понятие, такое интересное выражение, сон очень странный предмет, утром хочется, а ночью вот нет. Действительно, очень часто так и бывает, что мы ложимся спать, у нас появляются какие-то мысли в голове, и как вы вчера вообще сами засыпали, напишите мне, долго вы засыпали или быстро уснули, были ли у вас какие-то мысли, думали ли вы о прошедшем дне. Мне вот тоже интересно такое есть выражение, думал, что мысли помогут уснуть, думал об этом до утра, так и не уснул. На самом деле проблема, тут маленькая опечатка, проблемы со сном, они есть у очень многих наших клиентов и пациентов, и как могут наши пациенты жаловаться. Некоторые говорят, я недовольна своим сном, я не могу уснуть, после бессонной ночи я чувствую упадок сил, я не могу сосредоточиться после плохого сна, у меня снижается память и весь день раздражительный, я уже больше года страдаю плохим сном, у меня снижено настроение, а иногда сильно тревожусь, и это действительно так, то есть очень часто как раз такие жалобы мы и слышим, и особенно нарушение сна, конечно, приводит, само по себе нарушение сна может привести к тревожным и депрессивным расстройствам, и наоборот, тревожное состояние приводит к нарушению сна, то есть здесь вот такая взаимосвязь двухсторонняя. Так, вот вопрос был по поводу будильника, есть такой экономист, эпихиорист, Дэн Ирайли, у него много написано книг, вот он предложил в шуточном, я думаю, варианте, как сразу вставать после первого звонка будильника, наверняка и мы с вами, да, и многие наши клиенты очень часто ставят несколько будильников, вот я завела будильник на 6.30, потом на 6.45, потом на 7 и так далее, а как нам вставать по первому зову будильника, вот он придумал такую интересную схему, подключить ваш будильник через Wi-Fi к банковскому счету, причем к банковскому счету того человека, вернее, чтобы с вашего банковского счета снимали доллары и эти доллары поступали тем людям, которые вы абсолютно недолюбливаете, это может быть вас будет быстрее сподвигнет вас на то, что вы будете вставать после первого звонка будильника, на самом деле доля правды в этом есть, потому что первый стресс, который мы испытываем утром, это как раз звонок нашего будильника. Ну, здесь есть два таких пожелания, во-первых, мы можем поставить более мелодичный звук на будильнике, чтобы сильно не вызывать вот такой громкий звук и какой-то раздражающий звук, чтобы не вызывать стресс, и второе, что надо сделать, надо понимать, что лучше встать после первого же звонка, потому что если вы откладываете будильник, это тоже является стрессом для организма, это тоже приводит к тревожности, потому что когда вы засыпаете после первого звонка будильника, даже на 10 минут, то есть вы не погружаетесь в глубокую фазу сна, то есть вы не высыпаетесь, у вас нет цикла сна, потому что за 10 минут этот цикл невозможно пройти, и таким образом, даже если вы спали всю ночь хорошо, но утром несколько раз пробуждаетесь, это может привести к разбитости, к тревожности, к раздражительности потом в течение дня. Вопросов много и комментариев много, я не все успевают читать. Всегда ложусь спать, когда понимаю, что хочу спать, засыпаю в течение нескольких минут. Отлично, это совершенно правильный подход, как раз когнитивно-поведенческий подход, ложиться спать тогда, когда хочется спать. Хорошая гипнотика без дневной усталости. Мы здесь про препараты не говорим, на курсе немножечко будем говорить. Есть в умном будильнике, слышала, что телефоны рядом с кроватью ухудшают сон, насколько это правда. Если у вас будильник не выключен, и постоянно какие-то смс-ки приходят или звонки, то, конечно, нарушает сон. Так, в принципе, он не должен нарушать, если он выключен. Да, есть программы, которые учитывают фазу сна в телефоне, но мы тоже немножечко про гаджеты более подробно на курсе, конечно же, будем говорить. Так, ну и вот по поводу мысли. Мысли, конечно, нам никак не способствуют нашему засыпанию, причем мысли могут быть совершенно разные перед сном, и даже те, о чем мы, в общем-то, сильно-то и не думали, но как только мы ложимся спать, мы обязательно начинаем о чем-то думать. Все, что угодно может быть. Ну вот, дурацкие мысли о том, что почему картинки, которые мы ставим на рабочий стол, в компьютере называется обои, это же стол, значит не обои, а статерки. Вот про такие замусоливания таких мыслей, это может быть не один час, да, и мы пытаемся найти ответ вот на такие наши вопросы, которые у нас возникают в голове, и проходят и час, и два, и вот уже вроде как рассвет, и надо вставать. Итак, помогают ли нам наши мысли уснуть или нет? Исходя из как раз теории, да, когнитивно-поведенческой терапии, да, и исходя из того, что любая ситуация может привести к различным мыслям, и когда наши пациенты или мы с вами начинаем обдумывать эту ситуацию, конечно же, в вечернее время, потому что днем, как правило, у нас есть переключение внимания, и этих мыслей об этой ситуации может быть гораздо меньше, чем в вечернее или ночное время, потому что ночью нам никто не мешает, никто нас не отвлекает от наших мыслей, и вот тут весь полет наших мыслей начинается, и мы с вами прекрасно понимаем, что наши мысли приводят к определенным эмоциям, эмоции, к действиям, и вот здесь для понимания вопроса бессонницы очень важно представлять себе действия в виде изменения в теле, да, очень часто тревожные мысли приводят к напряжению мышц, к сердцебиению, тахикардии, к сжатию в груди, к частному дыханию, и пациенты часто уже исходя вот из того, что мы видим на фоне мыслительной деятельности, вот эти состояния в теле тоже приводят к нарушению сна, и здесь замыкается порочный круг, нарушение собственно сна и развитие бессонницы, и в этом смысле очень хорошо работают как раз наши все релаксационные методики, поведенческая терапия, которая используется в КПТ бессонницы в том числе. Часто очень на фоне мыслительной деятельности развивается головная боль, напряжение, которое тоже в конечном итоге потом не дает нам уснуть. Ну и что делать? Считать баранов как один из способов, да, не всегда он помогает, далеко не всегда, потому что когда мы начинаем считать баранов, мы начинаем опять же думать, почему я на 56-ом баране не уснул, надо было уже уснуть, и так мы можем опять же считать до утра, и все больше при подсчете вот этих барашков все больше мыслей новых появляется. По утрам я буду чувствовать, утром я буду чувствовать себя неотдохнувшим, я опять плохо засыпаю, я уже посчитал почти все ста до баранов, а все время никак не могу уснуть, да, и весь день буду, на следующий день наверняка буду разбитым, и мне все время будет хотеться спать днем, и я все время думаю о бессоннице, да, то есть наши пациенты как раз с нарушениями сна уже днем в обед начинают понимать, что вдруг они не уснут, у них появляются мысли в голове, я опять сегодня буду плохо спать, или я опять сложно буду спать, или опять я буду просыпаться ночью, и они уже вот к вечеру уже у них целый такой огромный пласт этих мыслей, да, в голове абсолютно неадаптивных, абсолютно там автоматических мыслей возникает по поводу опять же проблем со сном. Что мы можем предложить нашим клиентам? На сегодняшний день по всем рекомендациям, да, и в нашей стране, и зарубежным рекомендациям психотерапия хронических инсомний стоит на первом месте. Даже она стоит на первом месте и только потом подключается фармакотерапия или параллельно подключается фармакотерапия, потом препараты отменяются, дальше продолжается психотерапия. Это очень важно, потому что очень многие пациенты считают, что лечением хронической бессонницы, вылечить хроническую бессонницу можно, применяя какие-либо снотворные препараты. Ни один снотворный препарат не лечит нарушение сна. Это очень важно. То есть первое, что мы должны объяснить нашим пациентам, что на первом месте психотерапия. Психотерапия включает в себя как соблюдение гигиены сна, мы тоже об этом должны объяснить, рассказать пациенту. Далеко не все знают, как правильно ложиться спать и в каких условиях человек должен спать. И вот видите, что по данным рассказывания, например, нарушение гены сна встречается у 70% пациентов, хотя, казалось бы, все и так понятно, как мы должны правильно отходить ко сну. Также психотерапия также эффективно улучшает сон, как и лекарство, и это тоже доказано в исследованиях. При этом КПТ инсомния имеет преимущество даже, потому что не вызывает привыкания, как очень многие снотворные препараты, и сохраняет в дальнейшем хороший сон. Какие психотерапевтические рекомендации я вам сегодня в рамках нашего вебинара могу просто порекомендовать для наших пациентов. Вообще самое важное это быть реалистичным в своих ожиданиях по улучшению сна. Мы должны понимать, что да, у нас может расстраиваться сон, сон может страдать и у нас, и у наших пациентов, но это не значит, что ваше нарушение сна нельзя исправить, нельзя помочь вам, эти нарушения сна будут с вами всю жизнь и так далее. Не связывается сон сомнией все неблагоприятные явления в период дневной активности. Очень часто пациенты говорят, ну я же плохо спал, а раз я плохо спал, значит у меня вот случилось то-то и то-то, значит я вот так себя веду, значит у меня вот такое нарушение. Не надо, да, то есть надо понимать, что не все, что происходит в период бодрствования связано с плохим сном. Очень важно донести до пациента, что не надо стараться уснуть, и для этого есть определенные техники, когнитивные, поведенческие техники, которые вот дают нам как раз возможность не спать, вернее не стараться уснуть, да, а ложиться спать тогда, когда хочется спать и ограничить время пребывания в кровати, так скажем, эффективный, наиболее эффективная поведенческая терапия сомнией, это как раз контроль стимула, стимул регуляции, поэтому тоже мы об этом будем это как раз очень активно изучать на курсе. И вообще стараться, да, донести до пациентов, то есть как психообразование провести, что такое сон, да, что сон нам, конечно, необходим, но если вы не поспите одну ночь, то ничего страшного не произойдет, или мы, если мы сократим время пребывания в кровати, это не значит, что ваш сон в дальнейшем расстроится, это наоборот приведет к формированию хорошего сна. И таким образом, вот исходя из нашего сегодняшнего вебинара, да, из того, что мы немножечко поговорили о сне, о фазах сна, о том, какой сон может быть, какие могут быть расстройства сна, я вас с удовольствием приглашаю на курс, который у нас начинается с 10 мая, который будет проходить раз в неделю, пять занятий у нас будет, пять семинаров, и мы на этом курсе как раз освоим техники, некоторые техники КПТ, техники, которые нам помогут снизить проявление бессонницы и активно лечить сомнию, да, и помогут, вообще помогут в дальнейшем активно бодрствованию и хорошему дневному провождению. Что будет у нас на курсе? Я немножечко дам анонс. Курс называется «Счастье спать», потому что если человек не спит, то он вряд ли чувствует себя счастливым. Здесь мы будем рассматривать, во-первых, общее представление физиологии, патофизиологии сна. Я расскажу, что такое инсомния с точки зрения сомнолога, определение, классификация, будем углубляться в более детально критерии диагностики. расскажу о теоретических основах CBT-I или КПТ-терапии бессонницы, о трехважной модели инсомнии, о факторах риска, модели так называемой 3П. И мы будем учиться с вами оценивать состояние наших клиентов с жалобами на бессонницу. Расскажу, что такое диагностическое интервью у тех клиентов, которые жалуются на нарушение сна, определенные опросники, дневник сна мы с вами будем учиться заполнять, учиться считать эффективность сна по этому дневнику сна, сомнологический статус заполнять и некоторые техники КПТ инсомнии, КПТ в лечении бессонницы, плюс протоколы КПТ и модифицированную СМЭР при инсомнии мы тоже с вами будем заполнять и учиться активно работать в этом направлении. Ну, то есть основные когнитивные поведенческие методы терапии, которые существуют на сегодняшний день, я постараюсь на этом курсе вам рассказать, попрактиковать. Мы обязательно будем в группах практиковать с вами. Кто-то на себе, кто-то будет свой сон нам рассказывать про свой сон, кто-то будет активно между сессиями наблюдать за своим сном и таким образом мы научимся с вами контролировать и регулировать свой сон и будем учиться помогать нашим пациентам. И в конце нашего семинара я тоже дам основные поддерживающие механизмы хронической инсомнии для того, чтобы у пациента вызвать длительную ремиссию. Если у него есть хронические нарушения сна, то наша задача сделать так, чтобы человек находился в длительной ремиссии и что для этого необходимо, тоже мы будем обговаривать как раз на курсе. Так, я сейчас выключу демонстрацию и праном. Так, вопросов много, да, я не могу понять это вот так, сейчас, секундочку. Да, маленечко говорят виснет, да. Так, я могу пролистать, не все вопросы я вижу, сейчас я маленечко пролистаю, те, которые успела зачитать. Да, часто падение во сне бывает, да, это интересный феномен, то есть во сне отключаются те части головного мозга, которые регулируют наши позы. И вот позы, регуляция поз, она не контролируется мозгом, и поэтому кажется людям, что они могут летать во сне. Так, мыслительная жвачка, да, мыслительная жвачка, это вот как раз то, что нам не дает уснуть. как организовать качественный сон мамам, которые вынуждены просыпаться по ночам для кормления ребенка. Очень важный вопрос, то есть сон ребенка это вообще отдельная тема, но если будет такая необходимость, то я включу тоже некоторые вопросы про детский сон в наш курс, но тут важно маме правильно организовать свой отдых. Да, программы в телефонах есть разные, есть браслеты, которые могут фиксировать фазы сна, но они конечно не совсем правдоподобные, то есть это не то обследование, которое на поле сомнографии происходит. Есть умные будильники, это я уже говорила. Говорят, что плохо быть собой из-за биологических часов, подскажите так ли это? Это неплохо и нехорошо, то есть если вы рождены как раз генетически у вас больше предрасположенность к тому, что вы позже засыпаете, ничего страшного, главное отрегулировать свой день, то есть главное так подстроить свой график работы, чтобы вы могли спокойно приходить на работу не к восьми утра, а чуть позже. Да, не могу долго уснуть, засыпаю по 2-3 часа. Ну да, друзья, очень вопросов много на самом деле, да, и про собственный сон очень много спрашивают. 2-3 часа это не норма, норма засыпания 15-15-20 минут. Некоторые люди утверждают, что им вообще не снятся сны, нет, сны снятся. Так, повторяю, что я уже говорила, я вроде как на все ответила, сейчас мне, может, подскажут технические наши работники, чтобы все ли я ответила или нет. есть еще какие-то, которые я может быть упустила? Нет. Нет, да? Я очень рада была встретиться с вами здесь на вебинаре, если у кого-то есть желание, если у кого-то есть такой интерес к проблемам сна и к коррекции сна, какие можно применить методики к нашим пациентам, потому что, конечно, лечить тревожные расстройства или лечить депрессивные расстройства или ПТСР, например, но без коррекции сна это очень сложно, потому что мы сами знаем, что восстановление нашей психической функции идет в том числе и во сне, поэтому здесь очень важно всесторонне подойти к нашим клиентам, пациентам. Я очень рада была встретиться, если вопросов нет, тогда мы, наверное, завершаем, я так поняла, да? Да. Все, всем спасибо за внимание, спасибо, что очень много было вопросов, очень много было комментариев, жду вас всех на курсе, у кого есть интерес. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok